приветствую тебя зритель меня зовут деквин я автор блог казуального геймера и в этом видео я хотел бы рассказать о своих первых впечатлениях о патче 8.1 идет уже второе кд после релиза стартового контента 8.1 и уже можно поделиться впечатлениями о квестах кустовый контент world of warcraft это пожалуй наиболее консервативная часть игры который подвергается изменениям очень редко по сути у нас было две категории кустов 1 одноразовая вторая циклические которые в обиходе называли дейли коми а сейчас называют локалками одноразовые квесты делились на две подкатегории сюжетные и принеси хвосты 20 убитых кабанчиков сюжетные выполняли две функции они подавали сюжет и давали опыт впоследствии сюжетные квесты начали делать том числе в виде сценария по сути еще более жестком не позволяющим отклонений формате в общем и самым сюжетным квестам не никогда не было претензий кабанчики приносили опыт и отчасти ресурсы до крафта и те и другие квесты практически не менялись с релиза до выхода дополнения легиор ежедневные квесты были введены в дополнение the burning crusade и также не менялись вплоть до легиона на их основе строились квестовые хабы типа ресталища и огненной передовой думаю что ни один ветеран вов слегка вздрогнет услышав эти названия поскольку именно там мы месяцами переживали день сурка делая одни и те же квесты с мертвой точки дело сдвинули в легионе реформировал прежде всего дейлики сделал из них локалки при том что и кабанчики и сюжетные квесты остались на месте было проведено два эксперимента первый назывался тренировка из сохших второй мозговой червь или позже другой квест осознанный кошмар по поводу из сохших есть разные мнения но мне не понравились квест предполагал реиграбельность и чувство прогресса в купе с неплохими наградами квесты головоломки оставили двойственное впечатление с одной стороны видно что комьюнити с большим энтузиазмом разгадываете пазм с другой возникает вопрос а что нельзя было проще не такое коллективное почему в игре есть мини игры для олигофренов типа провести черепаху до воды а с другой есть вот такие осознанные кошмары которые требуют усилий десятков если не сотен людей почему нельзя запилить пару тройку мини игр с разным уровнем сложности почему или черепахи или кошмар теперь по поводу тех хвостов что принес в игру патч 81 если коротко то кустовая часть выполнена в духе легиона вот вам пачка новых локалок плюс сценарий или фронт темный берега плюс форм-зона эпиков для альтов вот вам типа вторжение которое опять же является комбинацией локалки плюс сценарий вот вам несколько сюжеток на час-полтора каждая да не спорю сюжетки неплохие но как-то их мало и кончается они быстро а вот еще сюжетка на час-два для того у кого есть двор флиаль в крови а и вот вам немножко не военной компании час по чайной ложке все контент кончился всего выше перечисленного хватает на неделю полторы более-менее активной игры а нет как же автор ты забыл коллективном разуме нет я не забыл но тут ситуация очень смешная проходя с вороведами эту цепочку я ловил себя на мысли о том что фантазия разработчиков конечно буйная что такое придумать до до 6 стаков когда дойдете когда дорогах господи когда миша дойдет до 6 стаков я уже 1 8 у меня уже 4 4 4 8 так у меня все сейчас будет 6 таков отлично чем мы юзаем зловещую сферу да и нам предстоит надо при этом как справедливо сказал хронош на стриме раз загадка была разгадана с помощью brute force то есть несколько тысяч человек режим реального времени общаясь постоянно в дискорде занимались перебором вариантов потому как даже для группы размером гильдии выполнение такой задачи затянулась бы на несколько недель а то и больше а потом уже появились гайды и все остальные практически по шпаргалки проходили эту цепочку в общем и целом этого контента в любом случае хватило на неделю великому сожалению стартовый пакет 8 1 не принес действительно реиграбельного контента экспедиции это принципе неплохо было туда сходить тем более что моя нога не ступала туда пару месяцев как минимум да и вроде имитация командой а и управляемых нпс била себя интереснее чем раньше но опять же насколько это может хватить возникает резонный вопрос а чего бы вы хотели молодой человек отвечаю я бы хотел 5-6 квестов типа тренировки иссохших которые бы ротировались каждые пару дней я бы хотел полтора-два десятка побочных сюжетных линий много ну почему же в легионе было много такого контента в виде тех же артефактных квестов и компаний классовых оплотов я бы хотел эксплоринга и загадок но не таких заумных как коллективный разум почему бы тот же баралус не наполнить жизнь ведь блин сделали охрененный город но жизнь кипит на рынке семи ветров до вдоль портовой стены зачем делали такие великолепные декорации чтобы давать пару раз неделю замквесты от проудмуров говоря о патче 8.1 на ум приходит слово скудный контента мало он растянут рейд осада дазар аллора выйдет только в конце января мини рейд горнила бурь скорее всего уже в марте новые союзные расы тоже где-то так если вы не альтовод а патч производит впечатление именно альтоводческого то в игре делать особо нечего и 82 выйдет только в начале лета да и каким он будет тоже пока не слишком понятно говоря о патче 8.1 на ум приходит слово скудный контента мало он растянут рейд осада дазар аллора выйдет только в конце января мини рейд горнила бурь скорее всего уже в марте новые союзные расы тоже где-то так если вы не альтовод а патч производит впечатление именно альтоводческого то в игре делать особо нечего и 82 выйдет только в начале лета да и каким он будет тоже пока не слишком понятно если резюмировать все вышесказанное то скажем прямо первом полугодии игру ожидают не лучшие времена впрочем будем оптимистами и надеемся что в следующем году нам расскажут больше о патче 82 и желание ожидать его будет все таки больше чем желание уйти какую-нибудь другую ммо вот и все что я имел вам рассказать и если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы не согласны оставляйте комментарии поспорим